МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, рада вам видеться! Взаимно, какие задачи и проблемные вопросы были в центре внимания участников совещания в Чебоксарах? Да, очень хорошее совещание. На самом деле, заканчивается уже год у нас календарный практически. И нам было очень важно посмотреть, что в регионах выполнено, а что еще по результатам встречи с Валентиной Ивановной, на что особо обратить внимание, какие есть проблемы. Такие встречи действительно очень важны, потому что по результатам, мы видим, добивается довольно много интересных вещей происходит у нас на селе. Вот что особо волнует, наверное, нас, это все-таки пока еще жилье на селе, и мы продолжим держать на контроле эти вопросы. Это здравоохранение, оказание доступной медицинской помощи нашим гражданам, особенно в удаленных населенных пунктах. Это развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов, и это очень важно. И плюс еще и кадры на селе, кадры разного уровня. Хотя работают у нас успешно программы и земский доктор, и фельдшер, и земский учитель, и это, на самом деле, очень здорово. Но еще предстоит, наверное, муниципальным властям все-таки поработать по направлению молодых кадров на обучение и по заключению целевого контракта, чтобы эти молодые кадры вернулись на село. А для этого необходимо жилье, инфраструктура, чтобы все, что касалось отдыха, не только работы, было приближено к городским условиям. Это и дома культуры, это и библиотеки, и спортивные сооружения. И это тоже очень важно. И сегодня у нас региональная неделя, и наши все сенаторы будут посещать именно свои сельские территории. И потом мы вернемся и подведем итоги. А на какие проблемные точки из всех перечисленных вы обратили внимание во время своего выступления, во время совещания с коллегами? Да, мое выступление касалось, конечно, в первую очередь здравоохранения. Это очень важно. На самом деле задача наша посмотреть не только строительство, капитальный ремонт фабов, которые непосредственно ближе к сельским жителям, но и оснащение их кадрами и оснащение информационными ресурсами. Это очень важно. Сегодня в системе как раз информационных ресурсов мы ведем жесткий контроль. Ну что вот можно сказать, что, конечно, задача была и цифрового министерства, чтобы был везде широкополосный интернет. Но, к сожалению, пока еще не во всех населенных пунктах такое присутствует. Есть спутниковые через модемы и многое другое. Хотя задача-то стояла именно широкополосный интернет. Сегодня мы также держим это на контроле. Задача-то ведь, например, фельдшера на ФАПе. Если вдруг какая-то сложная проблема, и нужно решить ее быстро, вот нет времени, нужно проконсультироваться с доктором, который находится в регионе. Именно оснащение ФАПов позволяет, современное позволяет это сделать. Если этого нет, то интернет, конечно, работает не так хорошо, как бы хотелось. Эта задача действительно плюс еще. Мы говорим о том, что на ФАПе должна работать аптека. Но, к сожалению, во многих ФАПах фельдшеры уже возрастны, и им очень сложно работать еще и в аптечном киоске. Поэтому здесь у нас есть предложение, чтобы организовать выездные аптеки. Так как мы делаем это со специалистами узкими медицинскими точно так же, и выездная аптека, которая может как снабдить сельское население лекарственными препаратами, так и взять у них их вопросы, то, что им необходимо, и уже в какой-то следующий раз привезти эти лекарства в населенный пункт, конкретно гражданину, который это заказал. Если говорить о регионе, который вы представляете в Совете Федерации, это Владимирская область. Каковы там наиболее острые проблемные точки, которые бы вы могли выделить? Я думаю, что вот действительно интернет, который бы хотелось видеть на каждом ФАПе, хотя у нас очень активно сейчас идет строительство ФАПов, капитальные ремонты. Это радует, когда приезжаешь, видишь уже современные здания, современная мебель, техника эта современная информационная. И, к счастью, есть и молодые кадры. Буквально недавно я была в Дугусь-Крустальном районе, в одном из населенных сельских, в одном селе. И вот этот сельский ФАП, где меня порадовало, что молодые специалисты, фейдшер Акушер, муж и жена, работают на этой территории, выпускники медицинского училища рязанского. Но они наши, Владимирские, готовы работать здесь. Здесь муниципальные власти приобрели им жилье. И, вы знаете, очень приятно, что к ним идут граждане, населяне. И они говорят, очень часто, может быть, не так сильно что-то беспокоят, но нужно проконсультироваться. И такие доброжелательные, профессиональные молодые специалисты действительно очень нужны на селе. На селе есть детский сад, что необходимо для кадров. Есть спортивные сооружения. Вот как раз эти вопросы, они тоже очень важны для того, чтобы молодые специалисты задерживались на селе. Ольга Николаевна, а как вы думаете, что необходимо сделать для того, чтобы не просто поддерживать, но и повышать социальный статус стружеников села? Может быть, есть уже в этом направлении какие-то наработки, проекты законов или дополнения, может быть, в уже существующие программы? Ну, дополнения, действительно, предложений по дополнению программы большое количество. Наверное, нам нужно всё-таки с ними поработать. Законодательно пока инициатив, ну, может, пока у нас действительно не наработано, но предложение в развитии программы, оно есть. И что очень, наверное, важно сегодня, чтобы всё-таки молодые специалисты как можно больше оставались на селе. А для этого я ещё раз, наверное, повторю, всё-таки нужны дома культуры, модельные библиотеки, которые являются сейчас не просто библиотеками и домами культуры, а центром притяжений в селе, где и дети, и молодёжь, и старшее поколение могут собраться, и различная форма их, вот знаете, занятий существует сегодня в этих центрах. Кроме того, действительно, инфраструктура — это дороги, это жильё современное, это тоже очень важно, муниципальные дороги, детские сады и школы. И сегодня мы хотим, чтобы эта программа работала, скажем так, увеличивалась софинансирование по этим направлениям этой программы для того, чтобы не только задерживать молодое поколение на селе, но и создавать рабочие места. А для этого, конечно, необходимо привлечь инвесторов. Очень хорошо сейчас работает социальный контракт для таких семей молодых. И вот у нас в области в этом году 1127 контрактов социальных было заключено для семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но, тем не менее, они могут либо приусадебное своё хозяйство поднять, либо стать предпринимателями. Это очень правильное направление. И мы с Минтрудом говорим о том, что необходимо не только повышать размер социального контракта, но и развивать разные направления, не только ограничиваться теми, что есть сегодня. На самом деле, он действительно очень востребован. Это своего рода. Мы вроде бы как оказываем помощь, в то же время даем удочку, которой семья может поймать эту рыбу и, в общем-то, обеспечить свою семью. Спасибо, Ольга Николаевна. На наши вопросы в прямом эфире отвечала сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова